В городском этапе Зорницы приняли участие команды нескольких городских школ и сборные сочинских центров внешкольной работы. Начали с осмотра строя и песни. Затем школьники продемонстрировали свою физическую подготовку, пройдя все этапы ГТО. А вот собрать и разобрать автомат ребятам помогли сами военные полицейские. Первый раз принимаем школьников, но я думаю, что мы достойно примем и покажем, соответственно, нашу выучку. Хотим провести патриотическую работу, чтобы побольше наших детей, соответственно, увидело нашу службу и в дальнейшем влились в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Изучили участники военно-спортивной игры Зорницы и повседневную экипировку военнослужащих. И узнали, что в военной комендатуре сочинского гарнизона служат военные полицейские, которые в городе следят за воинской дисциплиной. Таким способом, отмечают специалисты сочинского образования и управления молодежной политики, молодежь и узнает о жизни защитников Отечества. Данное мероприятие достаточно интересно. Оно развивает и физические навыки, и навыки начальной военной подготовки, то, что нам преподают в школе. Мне и моим ровесникам скоро идти в армию, и данная практика дает нам возможность показать себя. Не отставали от мальчишек и девочки. Школьницы также взялись за противогазы, бронежилеты и оружие. Всякое в жизни бывает. Каждому понадобится подготовка. Собираю, разбираю автомат впервые. Это здорово, но очень сложно. Ко всему прочему, сегодня этих ребят приняли в ряды юн армии. Это детско-юношеское движение в России, цель которого – патриотическое воспитание нового поколения. У нас некоторые ребята уже по окончанию девятых классов изъявили желание поступить в кадетские корпуса. Часть ребят готовится к службе в армии, в том числе и девочки, на контракт в наши воинские части. Поэтому им это интересно, они к этому хотят, к этому стремятся. Что же касается сегодняшней Зорницы, то сильнейшая команда поедет защищать честь города на краевые соревнования. Итоги военно-спортивной игры будут известны завтра. Ольга Десятого, Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.